Всем большой привет! В этом видео у нас с вами будет обзор на покупки косметики. Ну, давненько уже не было, да? Очень хочу вам показать вот такое вот мое приобретение. Это палетка теней от бренда Tami Tanuka. Игревая травяная змейка. Совсем недавно у нее был рестов. Я надеюсь, что вы тоже приобрели себе эту палеточку. Она безумно красивая. И еще, конечно же, здесь у нас вот такой вот вкладыш с названием палеточки и как росла наша с вами змейка. Вот такой упаковке. Мне она очень сильно нравится, особенно такой темно-зеленый бантик. По-моему, это очень тематично. И в подарочек мне положили вот таких вот два тестера. Это тоже очень мило. Первый называется Удача Собирателя. Вот так он выглядит. И второй получающий цикадок. Такая вот зелененькая. Не уходя далеко, я купила вот такую еще магнитную палетку как раз под пигменты Tami. До этого у нас с вами было два уже обзора с палеткой рыбкой и грифоном. И эти палетки я разобрала и оставила себе из каждой по три рефила. Я думаю, что в змейке я оставлю чуть больше. Этот рефил у меня отсюда, я его потом уберу. Будет у меня такая вот своя импровизированная палеточка с Tami Tanuk'ой, да, с пигментами. Вообще мне очень нравится, что там и магнитные палетки, и магнитные рефилы, потому что это все очень удобно. Можно взять действительно оттенки, которые вам очень сильно понравились, которые вам нужны. И вот так вот переместить их в другое местечко, чтобы у них был новый домик. Эту палетку я купила на Valberis. Только у меня такая проблема на самом деле. Я посмотрела отзывы. Здесь у меня есть такой вот потекший клей. Мне очень, конечно, приятно. Я была в Читай-городе и купила себе вот такую вот папочку. Она такая маленькая, я думала, а зачем она мне? Просто здесь лягушки. А лягушек я очень сильно люблю. Она стоила всего лишь 62 рубля. И я думаю, куда же я тебя приспособлю? Так вот, девочки, я все придумала. Я положила просто сюда наклеечки для ногтей. Вот такие вот с Hello Kitty пока что есть какие-то надписи. В общем-то, эти наклейки я покупала на Valberis. И вам тоже оставлю ссылку в описании, потому что наклейки очень красивые. Я даже с ними сделала себе уже маникюрчик. Поэтому с вами тоже поделюсь. Я заходила в Магнит Косметик и взяла себе вот такие вот просто большие салфетки. Здесь 100 штук. И стоила она где-то рублей 119. Такие вот детские салфетки с такой вот крышечкой. Это очень удобно, особенно если там делаешь какой-то макияж. Или быстро нужно стереть свотчи. Взял себе на стол, положил на туалетный столик. Очень все это удобно. Еще я взяла себе вот такую вот маску для лица с Барби. Вообще, я взяла посмотреть, что это за маска. Ну и, конечно же, затестим ее с вами в шорцах. Я увидела вот такую вот штучку. Это гель 3 в 1 для укладки волос и бровей. Стоила она всего лишь 129 рублей. Ну, конечно же, как я могла это не взять? И, конечно, она работает. Проби у меня уложены именно этой штучкой. Свою цену это очень хорошее приобретение. Да, 129 рублей. Вот такая вот у нее щеточка. Не могу сказать, что она какая-то удобная. Я бы взяла еще какую-нибудь вспомогательную, чтобы зачесывать брови. А так, в принципе, со своей задачей справляется. Также она справляется с укладкой волос. Если вы любите зарезанные прически, да, такие хвостики, где, чтобы вот так вот все было у вас прилизано. Я знаю, многие такое любят. То эта штучка вам в помощь. На стендис Теллари я увидела вот такую тушь. Это их новиночка. Там еще, по-моему, был у них гепард, если я не ошибаюсь. В общем-то, какой-то зверек. Но меня привлекла именно эта змеюка. Смотрите на нее. Да, Стеллари, конечно, умеют к своим тушам привлекать внимание. И что самое интересное, мне эта тушь понравилась. Действительно, очень понравилась. Классная по эффекту. Если вы знаете, какие еще туши у Стеллари классные, то напишите в комментариях, потому что я покупала... Я покупала Лисий взгляд, и мне так она не зашла, что в сторону Стеллари я просто не смотрела. Еще, наконец-то, в моем магнит-косметик появилась Ява Мозаик в розовом оттенке. Это такой глиттер-гель, который вы можете нанести на кожу. Я уже показывала. У меня есть такой бронзовый и с такими золотистыми блесточками, возможно. Я включу это в обзор, чтобы вам все подробнее показать. Этот такой вот розовенький. Очень красивый. Я купила на скидках. Честно, не помню, где-то рублей 250 стоило на скидке. Ой, какая красота. Продолжая тему сияния, я купила Glow Maker от бренда Небледная. Я его заказывала на сайте в день продаж. Ну и потом магическим образом на зоне это стоило и в несколько раз дешевле. Поэтому я больше по предзаказам тащиться не буду, пожалуй. Я уже второй раз покупаю по предзаказу. И второй раз оказывается, что потом цена еще и дешевле становится. Это прикольное средство. У меня, по-моему, уже вышел обзор на Небледную. Там вы можете это посмотреть. Ну такой он бронзовый, с блесточками. Ну, скорее всего, я не буду использовать это как хайлайтер, а вот как тенюшки. Да. У девочки на Алиэкспресс я заказала вот такую вот пуховочку. Зачем мне такая большая пуховочка? Ну, скорее всего, я просто буду использовать ее для видосов. И все, потому что она реально огромная. Я вообще хотела носить вот такую вот огромнейшую пуховочку, чтобы тоже записывать с ней видосики разные. Но почему-то на Алике нашла только такого размера. Если вы знаете, где можно заказать огромную пуховку, пожалуйста, оставьте в своих комментариях. От бренда Мея я купила довольно-таки много средств. Данный бренд представлен в Литуаль. Я взяла себе вот такое вот молочко для тела, догорающее солнце. Чтобы эта штучка заработала, ее нужно повернуть. И у нас получается вот такая вот капелюшечка молочка для тела. По текстуре очень приятно, прям очень легко, мне нравится. Пахнет тоже приятно. Вот бренд Мея, конечно, мне нравится, но их ароматы очень часто бывают максимально специфичными. Такие, вы знаете, с какой-нибудь кислиночкой. И поэтому это нужно все пробовать. Но в Литуале вообще нет тестеров. И покупать это все слепую тоже как-то не хочется. Из-за этой же серии, догорающее солнце, я взяла себе вот такой вот мист. В надежде на то, что у него будут тоже какие-нибудь красивые блесточки. Но, как казалось, этот мист тоже имеет легкий аромат и золотые блестки в составе. То есть, сам по себе видите, он такой красивый, фиолетовый. Боже, это просто прекрасно. Но блестки у него золотые. Почему я это говорю? Потому что я уже покупала себе такой мист. Мист у меня есть золотой, по-моему, брызги шампанского или что-то такое. Я ставлю где-нибудь здесь название. Возможно, даже его покажу. Запах у него такой нежный. На лето мне очень нравится использовать такие мисты. Они сразу с блесточками. Нанес на себя, вкусно пахнешь, еще и сияешь. Этот аромат нравится мне чуть меньше, чем у золотого. Потому что золотистый мист, он прям пах духами. А этот, зачем-то таким нежным? Ну, тоже какие-то духи, но не такие яркие, как те. У него такой же аромат, как у этого молочка. Еще я взяла себе вот такой вот гель для душа. Очень хотела попробовать. Мне очень нравятся переливы. Вообще, я взяла его, потому что здесь был в составе такой вот зеленый оттенок. Конечно, я повелась на зеленый. Я очень люблю зеленый цвет. Это у нас жидкое небо называется. Пахнет, если честно, знаете, чем? Цитрусами. Да, прям такой вот яркий аромат. Но я не могу сказать, что он мне нравится, потому что, ну, отдушка, как у обычного геля для душа из масс-маркета. Я пока что ничего необычного не увидела в этом аромате. Но, возможно, когда начну пользоваться, может быть, что-то и будет. Вот этой покупкой я осталась безумно довольна. Это пена для душа. Очень долгое время я ходила, засматривалась на эту пену. Ну, начнем с того, что это очень необычная, да, пена для душа. А такое мы с вами любим. Поэтому давайте я сейчас вам покажу. Она была в единственном таком аромате, если честно, я не знаю, но я только ее увидела. Ледяное розе. Очень странно. Ледяное розе можно. Вот такая вот пена. Такой вот здесь клювик тоже большой. Пахнет она пинаколадой, боже. Она такая вкусная, вы знаете. Нет, я поняла. Шипучка из детства. Помните, такие были кисленькие, маленькие шипучки? Такая конфета, а внутри нее шипучка. Такая зеленая, желтая, оранжевая. Я постараюсь перекрепить фотографии. Вот так она пахнет. Ах, это просто балдеж. Я потестировала эту пену. И хочу сказать, что после нее кожа такая гладенькая. И она имеет такой же аромат, как и это средство. Мне прям очень понравилось. Пока что я безумно довольна. Последнее, что я хочу показать, это посылочка от моего байера. Она отправила мне рассылку. Представляете? Мне было безумно приятно. Я у нее довольно-таки часто заказывала косметику от бренда Root. И вот такую вот красоту она мне отправила. Здесь была очень милая записочка. Честно, я думала расплачусь, когда ее читаю, потому что это очень мило. Я такие вещи очень сильно люблю. Но, конечно же, я это сохраню. Мне очень приятно. Здесь очень красивая упаковочка. Здесь вот это открывается. А здесь косметика бренда Root. Коллаборация с Чупа-Чупс. Ну и немножко Mentos. Если честно, я уже сняла обзор на это все. Осталось только смонтировать. Здесь была вот такая вот помадка. Это оттеночный тинт. Он в таком у нас оранжевом оттенке. Но сам по себе он розовый. Пахнет вообще ничем. Но вот само по себе средство очень приятное. Румяна. Они амбрешные. Вот так красиво они выглядят. Это просто превосходно. Я еще не видела, чтобы у румяна был прям вот такой вот апельсиновый оттенок. Это очень интересно. И я прям в восторге от этого оттенка. Синт в оттеночке. Какой же этот оттеночек? А, Cranberry Crush. Я это не правильно прочитала. Вот такой вот синт. Фиолетовый. Тоже очень красивый. Такой прям, знаете, вишневый. Пахнет он такой вот кислый прям вишней. Такой здесь запах стоит. Просто от своча. Такой вот бронзер с хайлайтером. Мне безумно нравится оформление коллекции. Вот это вот печа, чупа-чупс. Как это красиво. И последнее, что здесь было, это такая двойная подводочка. Просто я уже здесь все скрывала, смотрела. Паковка просто 10 из 10. Это у них такой воли-лайнер. Стравбери. Так он выглядит. Конечно, такое оформление уже не новое. Мы уже это видели. Здесь такой вот прям пастельный розовый. Очень красивый и ярко-красный оттенок. Ну, а на этом все. Надеюсь, что вам понравилось это видео. И совсем скоро будут выходить обзоры на эти все продукты. Ну, а на этом все. Увидимся с вами, как всегда, в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok